итак всем добрый день друзья и подписчики моего канала рад вас снова видеть рад видеть вас снова на моем канале это моя вот такая вот ванная собственно извините за голос просто я недавно проснулся немножко грубоват такой крутальный как у настоящего мужчины и у меня отросла собственно за четыре дня щетина как я вам обещал сегодня у нас будет бритье бритье будет теми принадлежностями которые вы видели в предыдущем видео вот тут вот будет ссылочка на описание и на обзор моих принадлежностей давайте пока посмотрим щетину поближе вот так вот дело чтобы видеть вот она ну такая она у меня не очень жесткая щетина вот ее на самом деле не очень видно сейчас она у меня вообще щетином рыжая вот то есть не черная рыжая но все равно вот она очень неприятно с ней она чешется в общем надо ее сбривать вот те кто ждал сегодня у нас будет обзор обзор бритья собственно само бритье итак давайте посмотрим на наши принадлежности вот они тут лежат уже готовенькие наша задача сейчас будет замочить помазок на некоторое время на минутки две замочим помазок в горячей воде а дальше продолжим замочили мы помазок вот так вот пусть в воде чуть полежит немножко впитает себя глава станет более мягким вот много я кстати в интернете слышал видел обзоров вот на данный станочек ну некоторые говорят что это реплика что это реплика китайская какая-то то есть там каких-то других станков но ребят есть честно возможно возможно да я не особый знаток только начинаю сказать вхождение в классическое бритье и поэтому сегодня будем бриться будем бриться заодно и на расскажу свои ощущения берет не берет расскажу вообще что я думаю в этом станке лично мне внешне он очень нравится такой вот он золотой внешне очень красивый лично мое мнение что восстановить для унки достойный именно по внешним характеристикам глава закрытая там главное не выбирают вот тут вот канцелеза и по бокам это на самом деле тоже как бы немаловажный фактор на улице ночью не до конца наступила зима по температуре где-то от 0 до минус 5 градусов кстати хочу передать привет всем подписчикам всем кто смотрит меня хочу передать привет антону классическое бритье миша таким вам были и конечно перед этим всем всем друзья мои кто смотрит меня тем кому интересно мое творчество и мои такие вот небольшие видео и мои обзоры конечно это важно когда ты будь какие-то вопросы пишите вот так у нас сегодня буду использовать компресс полотенце полотенце я вот так вот верну и распарю щетину таким образом сейчас я включу воду горячую мочу полотенца теплого не горячая теплых чтобы и распарить немножко свою щетину уже предвкушаю этот мазок это кабан не друг подарил не пыл морда лица стала красная думаю достаточно сейчас я собственно замкну твою раковину полотенце водичка в раковину кстати как со звуком ребят как со светом пишите мне будет интересно лампу я купил 200 ватт вроде видно хорошо могут не идеально конечно но и неплохо то есть я вот смотрю свое отравление вроде как ничего все станочек у нас точнее помазочек мазочек у нас замочился вот такой вот кабанчик возьмем чашу и сейчас будем замешивать пену покажу вам как это будет выглядеть берем наш крем для бритья вот такой вот мыльный свободному обзорчик соответствие на дно немножко добавляем водички совсем чуть-чуть ну вот так вот примерно берем крем выдавливать я буду где-то но сантиметра два так чуть-чуть немного снимаем защитную мембрану крема чудо воды отлично где-то вот так немножко на дне чаши должна быть вода так вот я выдавлю много не буду все достаточно ну после чего берем помазок и начинаем ритмичными движениями сбивать пену кабан славится своей жесткости вот тоже время очень хорошо сбивает пену какая красота вообще прям конкретная консистенция такая пена послачет консистенция густой сметаны будем сбивать до тех пор пока не уйдут вот эти пузырьки пузырьки это значит то что ну опять же каждый человек выбирает от себя до какой пены ему начать бриться вот но если хотите более плавное скольжение скорее всего пена должна быть не так не очень жидкая а именно густая потому что весь процесс использования по маскам заключается еще в том что вы при всем при том что вы наносите пену вы при этом еще и массируете свое лицо то есть производить и таки массаж кожи лица хорошо хорошо шикарно пена прям очень очень меня радует пена вот этот крем на по запаху запах его практически нет немножко каким-то мылом отдает но мыльный как бы да поэтому она отдает мыло собственно ничего такого тут особого то и нет мыльный мыльный крем начала такая вот красота получать сейчас уберем эту пенсию дисперсии или как он называет то есть будем сбивать до тех пор принципе вот так я думаю будет достаточно вот это на первый раз тут я видать это много добавил мыло но такая пена очень будто это он получился сейчас приступим к нанесению так приступаем к нанесению на лице я думаю еще побольше у нас пена забьется помазок шикарен ребят очень приятно массирует кожу лица так сказать ощущается вот под и сколько пены с него чтобы она то есть но судя по всему особо много добавлять чашу этого крема не стоит потому что консистенция вот я даже лишний крем час мы консистенция густой сметаны вот она она уже видна то есть что бы крем стал более густым чтобы вышло лишнее влага если у вас будет очень влажный респиренсионный крем соответственно скольжение будет хуже поэтому наносите на лицо то даже меня три прохода я думал хватит пена очень много довольно таки осталось хороший помазок мишан спасибо тебе очень приятно наносить пену данным помазком принципе все ребят так смочим наш курт тепленькой водички и погнали начнем собственно по росту волос не хорошо идет а самое главное главное на тебя легко то есть и не надо особых усилий прикладывать сбривать кстати не сразу вот провожу да по щитине немножко остается приходится второй раз вот и на второй раз уже все чуть-чуть вот ну понятное дело сейчас вот кстати гарда хорошо защищает это не не такой агрессивный станок и минут для начинающих этот станочек подойдет там супер прекрасно по ощущениям вообще не сравнить с рапирой ой да не сравнить с рапирой со станком рапира рапира прям конкретно агрессивная это прям сбривает на раз-два и самое главное нигде не щипет нигде не задевает то есть лезвие идет ровно вообще супер хотя многие обзоры видел смотрел на ютубе вот и многих хвалят этот станочек вот очень даже данки неплохо так давайте сейчас у нас будет 2 проход против роста волос что могу заметить скольжение данного крема хорошее нет никаких к нему претензий вообще от слова вообще совсем для бедрятного бритья если не хотите каких-то лишних запахов там просто покупайте свободу крем мыльный и все брейтесь ребят но это пока что в дальнейшем может быть быть какие-то более интересные у меня на рубрике крема вот дальше уже 8 кстати что заметил приятно так холодит кожу данный крем есть такое у него охлаждает ну что ребят приступим против роста волос начнем снизу интересно приходится увеличивать угол так как гарда здесь на руки большая да чтобы получить больше агрессии от станка и что самое интересное ребят когда крем заканчивается вы уже этой горды уже почувствуете что она не идет по коже очень очень хорошо хорошо проблемные места у меня вот тут и вот тут их подборевать будем насчет третьего прохода ну чисто вот сейчас вот прям папка младенца ребята реально у меня чтена не такая густая вообще она мягче третий раз мы пройдем чисто когда неуважение классическому бритью так все ребят я выборит то есть щетина у меня очень очень маленькая 4 дневная была пены покажу сколько осталось по мазке так погнали третий проход тоже против роста волос на шее немножко чувствую проблем осталось но это все это уже венчайшие частицы как вы знаете ориентируясь по звуку чувствую скребет все но тут уже все не скребет для меня классическое бритье это как больше я больше в нем ориентируясь именно по звуку и мелкие прыщики чуть-чуть он подбирал даже не до крови вообще никакого это не а это не это не а это не а Очень хорошо. В принципе, все, ребят. Сейчас умолю все. Вот, значит, что могу сказать по поводу данного станочка, вообще данного крема. Давайте по станку. Устанок, на мой взгляд, очень такой, довольно-таки безопасный для начального бритья. И давайте обязательно используем крем после бритья. Это тоже очень важно. А потом уже сделаем выводы. Я расскажу вам о своих ощущениях. Наносим крема. Втираем коже в лицо. Крем, кстати, чувствуется ментол. Ну, с витамином Э. Ну, как у многих проблемные места, это вот тут, вот сейчас вот рукой провожу. Вот, внизу у меня проблемный метод, вот это вот сейчас вывел, вот тут. Вот, подбородок и все. И вот тут еще. Какая-то сильнее, мелкостяно. Тут же все отлично, по поводу обрезался, не обрезался, где-то тут немножко снес. А в целом, очень-очень достойно, на самом деле. Вот. Крем после бритья хорош, да, он приятен. Вот. По поводу лезвия. Агрессии в нем мало. Чувствуется вес. Вот. Поэтому мне даже пришлось прикладывать немножко силы. Может быть, и не надо было. Но немножко приложил силы. Вот. Поэтому всем, кто хочет начать классическое бритье, советую воспользоваться вот данным станочком и данными лезвиями. Рапира показали себя очень-очень хорошо. По поводу того, сколько у меня осталось... Сколько осталось у меня пены. Давайте покажу. Вот. Вот пены осталось столько. На мой взгляд, это очень-очень-очень много, поэтому... В следующий раз буду добавлять чуть-чуть крема, так как щетина у меня не особо большая. Помазончик отработал на все сто. Очень мне нравится. Спасибо тебе, Мишань. На этом, ребят, я буду заканчивать видео. Всем, кто смотрел, пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем счастья, добра и хорошего настроения. Брейтесь правильно, ребят. Брейтесь со вкусом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok r